Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше и сегодня поговорим про Fish Shell. Это удобное средство, которое я использую в повседневной работе и считаю, что Fish Shell всем Shell. Поехали! Сначала я расскажу, что мне нравятся в Fish и какие плагины использую, а потом подробно покажу, как их установить. Чем же мне нравится Fish? Сразу после установки нам доступны такие фичи, как поиск по истории команд. Например, вот мы вводим команду OMF, это установленная offMyFish и листаем вверх и вниз. И он переходит по истории только где есть вот эта часть OMF. То есть это удобно, когда у нас есть совершенно здоровая история и если мы будем просто клавишей вверх и вниз, как мы это делаем в баше, листать, мы будем листать очень долго. А так мы вводим часть того, что нам нужно, листаем вверх или вниз и все, мы идем по истории команд. Это самая удобная фича, она есть в ZShell, но по-моему там она реализуется через плагин. И дальше мне нравится то, как в Fish можно делать скрипты. Например, нам нужно сделать перебор значений от единицы до 100. Есть куча команд, которые нам позволяют это сделать. То есть разные варианты команд, которые нам расширяют нашу функциональность. Например, есть команда SecU, которая является командой последовательности. То есть мы берем, указываем, например, как-то вот так и завершаем все end. Так, не указал скобочку. Не тут, извиняюсь. Вот так, да? Вот. То есть в Fish совершенно замечательно сделано получение различных результатов команды путем заключения в круглые скобки самой команды. То есть это можно сделать еще и, например, с математическими функциями. Либо вот нам, например, нужно перебрать все, что выдает функция ls. Мы можем сделать это следующим образом. Вот так, да? И, соответственно, переберем все параметры. Ну и, например, нам нужно установить их размер. Да? То есть мы возьмем и сделаем расчет размера с человечески понятным пересчетом. Да? Не просто в байтах, а в килобайтах, гигабайтах и так далее. То есть мы взяли и по результату команды ls, у нас есть команда ls, которая берет и возвращает просто директории. И мы можем воспринимать эти директории как список. Мы можем в форе просто перечислить какие-то, в данном случае, строковые значения, которые, соответственно, выведутся на экран. То есть фор позволяет нам и так листать. Фор точно так же вместо того, чтобы мы могли в скобках что-то указать, может сделать по вилдкарту. Да? То есть мы возьмем и все, что начинается на v, перечислим. То есть фор позволяет нам перебрать все значения какого-то набора. А набором может быть как вилдкар, как конкретно перечисленный набор, так и результат вывода какой-то команды. Если мы хотим перенаправить результат вывода какой-то команды, вот так вот допустим, то мы должны заключить его в круглый скоб. Это очень удобно и этим я очень часто пользуюсь. Есть, конечно, у нас и условия, да? То есть мы можем взять и посмотреть, как работают условия. Для этого есть команда help, да? То есть нам ничего не надо запоминать, мы просто можем брать и смотреть help. И здесь будет точно так же описано условие. Отлично. Дальше. Если нам нужны математические функции, да? То есть у нас есть целый набор математических функций, которые мы точно так же можем использовать в наших операциях. Например, мы хотим вывести математический результат сложения 2 плюс 2, да? Так как это нужно вернуть результат, мы заключаем это в круглые скобки и вот он, пожалуйста. Мы можем посчитать квадратный корень, это будет двойка, да? Или 2 плюс 12, это будет квадратный корень из 14, да? Или 4 плюс 12, это будет четверка. То есть мы можем использовать математические функции, мы можем использовать стандартные операции в строке. И, соответственно, в командной строке мы можем варьировать это как угодно и делать достаточно сложные штуки. То есть вот fish shell мне нравится своим емким синтаксисом, мне нравится история команд, что мы можем по ней переходить. И все это доступно сразу после установки fish. Это прямо доступно из коробки. Теперь немножко о плагинах. У меня установлено всего несколько плагинов. Это в фазе search, да? Что он делает? У нас есть несколько комбинаций клавиш, ну, например, ctrl-r. Ctrl-r позволяет нам искать по истории команд, да? То есть не зная точно, что мы ищем. Вот у нас есть вся история изначально. И мы, например, хотим посмотреть все, что мы сделали с OMF, да? То есть все строчки, где есть OMF. Причем, смотрите, квазипоиск, он не обязательно говорит, что OMF должно быть прямо рядом стоящей буквы. Вот, например, сюда же попали и команды, которые содержали эти буквы, но не рядом. Ну, естественно, в первую очередь это те команды, которые наиболее полно подходят под наш запрос. То есть квазипоиск, он работает через утилиту FZF, и мы, естественно, можем сделать это и вот так, да? То есть у нас эта утилита тоже установлена, и использовать так. Но плагин позволяет нам, например, также искать по параметрам окружения. Ну, например, мы хотим узнать, какие у нас есть со словом path, да, параметры окружения. Вот мы нажимаем Ctrl-V, и все, мы получаем по истории. С другой стороны у нас еще есть утилита Z, которая позволяет нам, ну вот, например, мы посмотрим, давайте. У нас, наверное, сейчас в Z нет никаких путей, нет, есть какие-то пути. Ну, вот мы, например, ходим по нашему дереву у директории с помощью CD и пошли, допустим, там в Documents. И теперь смотрим. Вот в Z появились, соответственно, пути, связанные с документами. И теперь, если мы, например, вернемся назад и просто напишем ZDoc, он по частичному совпадению найдет эту строчку, этот путь и перейдет на него. И вот этим списком путей можно управлять, добавлять, удалять и использовать их для быстрой навигации. Да, вот если я сейчас выберу Git, он мне, собственно, перейдет вот в этот вот путь LocalShareOMFPKGit. То есть это еще одна удобная утилита, которая позволяет очень быстро переходить между директориями. И последний плагин, это плагин для Git. Да, он содержит различные команды, которые, давайте я через табуляцию покажу, которые позволяют через сокращение, ну, например, сокращение глу, оно расшифровывается GitLog в pretty формат, достаточно длинный pretty формат, который у нас выводится на экран. Ну, давайте все-таки, наверное, сделаем TMP-директорию и туда, ну, например, с GitHub'а сделаем какой-нибудь SoerFish-код-клон, да, для того, чтобы продемонстрировать SoerFish. Вот теперь нам нужно посмотреть историю коммитов, нажимаем глу и вот он выводится. Здесь есть, соответственно, GitPush, здесь есть GCM, это GitCommit, и здесь мы можем какое-то сообщение указать. Здесь есть GAA, это GitAtAll. И эти вещи очень удобно в командной строке использовать для того, чтобы быстро все находить. Давайте еще раз глянем список плагинов. В общем-то, все я рассказал. Z для частичного поиска по путям, OMF для управления плагинами и темами. Git — это сокращение для Git-овских команд, которые есть, кстати, на странице в репозитории весь список команд. И FZF — это фазе search по истории коммитов, по истории директорий, по истории команд, по переменным. Ну и, собственно, сама тема — Sewerfish, которую вы видите во всех моих видео. Давайте теперь поговорим, как это все установить. Для установки мы будем использовать стандартный пакетный менеджер Manjaro и использовать виртуальную машину, которая у нас уже использовалась ранее для сборки OBS. Давайте запустим Pac-Man и установим фиш. Он не очень большого размера, поэтому достаточно быстро устанавливается. После этого давайте сменим shell, поставим наш дефолтный shell на фиш. И теперь нам нужно завершить сессию для того, чтобы все настройки перечитались и заново зайти в сессию. Окей, теперь у нас установлен фиш, мы можем им пользоваться. Но для того, чтобы нам настроить удобным образом и плагины, и темы, нам нужна еще утилита OMF. Идем, соответственно, в интернет, потому что я не помню команду для установки OMF. Ищем там OhMyFish. Это, соответственно, утилита управления, которая нам понадобится. Темный гитхаб и буквально первая строка с... Нет, 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 ушли не на тот репозиторий. Вот, вот теперь попали куда надо. И буквально первая строка это то, что нам надо. Идем и устанавливаем. Устанавливаем OhMyFish. И сейчас установим, пока он устанавливается. Давайте сразу перейдем на мой репозиторий. В нем есть тема SoerFish. Я сразу скажу, что я не делал самостоятельно. Я взял за основу уже готовую тему ScorpFish и ее переделал. Здесь нам понадобится вот эта часть для установки параметров этой темы. Но сначала ее, конечно, она будет установить. Давайте вернемся назад. Здесь уже все установилось. Видим, что изменилась дефолтная тема после установки OhMyF. Нам она не интересна. Давайте поставим с моего репозитория на гитхабе тему, о которой мы только что говорили. Так, SoerDev, SoerFish. Сколько Soer здесь, да? И там Soer, и тут Soer. Отлично. И теперь устанавливаем ее как рабочую, эту тему. Все. И вот теперь нам нужно отображение двух строчек включить и подключить отображение версии нода. Но это на будущее нам, возможно, пригодится. Как раз для этого я скопировал те строчки с конфигурацией, которые у нас были в описании проекта. Сейчас мы их и пропишем. Пропишем вот сюда. То есть этот файлик, который... Ох, ох, ох. Я сделал что-то неправильно. Отлично. Здесь как-то странно работает Vim. В виртуалке не разбирался почему. Нужно будет, может быть, на это потратить время. Значит, у нас есть опция отображения первой линии и отображение версии ноды. Мы их включили. Так, отлично. Теперь мы выходим и заново запускаем терминал. Так, все. Вот теперь все замечательно работает. Значит, теперь нам нужно установить плагины, которые мы используем в фише, в этом шере. Мы используем z, это удобный переход между папками с указанием частичного пути. И вот нам нужен еще один хороший плагин, который называется fzf-fish. И он не совсем стандартный. То есть есть стандартный WMF-плагин, который поставится, если мы сделаем команду install. А нам нужен вот этот вот, от Патрика. Так, сразу скажу, что по непонятной причине репозиторий у Патрика очень-очень большой. Поэтому придется скачать лишнего. Но сам плагин очень-очень годный. Он мне очень нравится. И поэтому я использую именно его. Так, установили. Теперь, для того, чтобы заработали эти плагины, нам нужно из репозитория установить, соответственно, z, fzf, bat, это расширенный cat, да, то есть утилиты дополнительные. И fd, это расширенный поиск. Так, здесь мы сейчас все, надеюсь, быстро установим. Отлично. И вот теперь у нас должны заработать команды. Мы сейчас это проверим. Для, да, вот они работают. Здорово. Ну, об этом мы уже говорили, поэтому не буду повторяться. Мы только проверили, что все работает. И есть еще один плагин, который мы рассматривали. Это плагин git для фиш. Для фиш. И он, собственно говоря, тоже устанавливается не совсем просто. Поэтому мне нужно посмотреть, подсмотреть его строчку инсталляции. Так. Отлично. Проверяем, что все работает. Так, что ж такое. Ну, да, репозитория у нас нет. Тем не менее, мы установили все плагины, которые рассматривали. И можно сказать, что наш shell готов, и мы можем его использовать.